коллеги добрый день действительно я смотрю с удивлением какое количество людей прибавляется это не может не восхищать да мы сегодня говорим на тему человек и место и чуть позже я скажу как я как куратор этого направления вижу себе разговор на эту тему но для начала я бы хотела представить четырех спикеров которые у нас сегодня будут говорить на тему человек и место это люди которые руководят и реализуют проекты в выбранном направлении в этом направлении значит я начну с девушек виктория кандыбина руководитель отдела развития музея черном ордена оренбургская область мария филатова начальник отдела художественных программ и творческих проектов северно-кавказского филиала гмы имени пушкина владикавказ андрей дмитрий андрей дмитрий проектировщик урбанист подростковый тьютер краевед автор проекта другой данилов ярославская область и иван ярославская область как вы понимаете город данилов и иван попов краевед и методист иркутской областной библиотеки имени молчанова сибирска автор проекта хранителя истории иван у нас представляет не просто город иркутск он представляет иркутскую область и прежде чем я передам слово коллегам в их презентации сейчас будет у нас ребята будут рассказать про свои проекты а я бы хотела сказать как бы что мы понимаем что я как куратор этого направления понимаю в рамках лаборатории понимая под этой темы человека место я выбрала ракурс про тему краеведения потому что мне показалось что сегодня очень важно поговорить про этот термин вот елена канавалова уже сказала что такой разговор как бы между собой в профессиональном сообществе очень важен потому что мы не только должны понять как бы что мы хотим от детей подростков или молодежи что мы хотим сами но мне кажется главное договориться о терминологическом поле в котором мы существуем потому что мы используем огромное количество слов в профессиональной среде вкладывая в эти понятия совершенно разные вещи и это вызывает проблемы в коммуникации даже на уровне нашего горизонтального профессионального общения и вот слово краеведение относится к этому потому что в исторической науке за последнее время сложилось отношение к краеведению как к тому чем занимаются абсолютно непрофессиональные люди но краеведы это знаете такие любители и на самом деле если мы обратимся к истории краеведения в нашей стране то выяснится что в начале двадцатых даже начале тридцатых годов которые называют золотым веком краеведения вообще-то речь шла о комплексном исследовании территорий и такие известные краеведы как анциферов грефс который основа как бы с такими основоположниками этого краеведения является основоположниками новой школы экскурсоведения говорили про то что без этого комплексного исследования территории невозможно двигаться не в профессии но не в образовательной деятельности не в какой-либо другой вот это вот термин вот этот слоган краеведения зная зная люби свой край который стал шаблоном за последние там несколько десятилетий мне кажется сейчас нуждается в некоторым таком апгрейде и оправдание любишь потому что знаешь и мне кажется что вот те проекты которым я выбрала для этой истории до сегодняшнего разговора они как раз и показывают вот эти разные формы освоения присвоение территории на которой ты живешь на которой ты родился это не значит что мы будем вести разговор о том как сделать таким образом чтобы ребенок или подросток остался жить на твоей территории это невозможно этого этого есть огромное количество еще социальных факторов других но вот это ощущение того откуда ты родом куда ты готов возвращаться история про то что ты знаешь это место это очень важно и вторая вещь который я бы хотел чтобы мы сегодня тоже пообсуждали с коллегами это те навыки которые получают дети и подростки но у нас больше степени будет акцент сделан на подростках те навыки компетенции которые получают ребята в ходе реализации этих проектов потому что мне кажется что вот учреждения культуры я вижу что здесь огромное количество всяких образовательных учреждений которые в общем нацелены на это да на обучение то учреждения культуры в большей степени это просветительские учреждения они работают в поле просвещения но они обладают теми компетенциями навыками которыми они способны поделиться и готовы поделиться со своими аудиториями вот в общем два таких главных тезиса про возвращение истинного значения краеведения как не маргинального такого комплексного изучения территории исследовательских проектов и навыков и компетенций вот собственно в этом поле мы сегодня будем разговаривать и я бы хотела передать слово первому спикеру это иван попов город иркутск которая расскажет нам о своем проекте вам пожалуйста добрый день спасибо автопроекта хранитель истории про него как раз и буду рассказывать про территорию как раз это не только иркутск это иркутская область в прошлом году в нашем проекте участвовало 6 населенных пунктов при том что это были достаточно большие города такие как иркутский братск ну и поселок в 2022 году у нас пополнение из-за того что мы выиграли продолжение этого проекта выиграли гранты у президентского фонда и расширили географию в этот раз у нас добавили северные территории и несколько территорий которые имеют большой запас газет вот в 2021 году идея как раз пришла ко мне в процессе работы с электронной библиотекой в процессе работы когда мы сканировали газеты и загружали их в электронную библиотеку хроники в Дангаре это делается ради того чтобы сохранить и в принципе это делается руками библиотекарей то есть у нас есть еще отдельно большой проект библиотек в Дангаре в котором сами библиотекари занимаются сканированием и возникла идея что мы же можем к этой работе привлечь добровольцев волонтеров тем более эта тема сейчас актуальна волонтерство и в 2021 году получается я выиграл грант с этой идеей и в форме Байкал как цирическое лицо самое такое еще одно из важных направлений того что было помимо сканирования это еще и знакомство ребят с газетами как формой издания они приходили сканировать в библиотеке области материалы получали за эту сувенирную продукцию которая была на экране и чем больше они отсканировали материалы тем больше у них выходила этой сувенирной продукции то есть они могли набор волонтеров собрать таким образом и много кто из них потом помимо технической работы занимался они еще и эти газеты читали исследовали то есть они конечно были те кто приходил просто за сувениркой то есть за число наработанных газеты и чем больше они оценировали ну вот спокойно уходили получали свою сувенирную продукцию потому что ну как бы у каждого были свои цели и была еще часть телеволюции которая в принципе нацелена на интервентность то есть библиотека а как не учреждению культуры именно такого формата как библиотека не заниматься не только развлекательными какими-то вещами но еще и работе с интровертами то есть в плане добровольчества это как раз было хорошим подспорьем потому что много различных мероприятий рассчитаны на массовую аудиторию и не всем из школьников не всем из молодежи нравятся такие вещи то есть в этом плане был такой еще момент в 2021 все было удачно реализовано и вот в этом году фонд президентских грантов одобрил продолжение где мы уже с ребятами не просто будем сканировать эти газеты но еще и исследовать их более углубленно то есть это уже будут краеведческие лаборатории по десяти этих библиотеках наших и там будут ребята готовить сценарий для видеороликов при том что видеоролики будут сделаны профессионалами из кинослужий то есть ребята будут подбирать из советских газет какие-то материалы фотографии это все будет поститься в социальных сетях у нас есть еще поддержка одноклассников где мы сделаем героев этого проекта и они будут постить новости ну и плюс еще то вот ребята узнают историю своего родного края и подготовить небольшой тартологический материал с иллюстрациями из газет это все обработается профессионалами и сделается краткая история и кусковая такой видеокурс то есть до этого у нас было тратка истории куска мы объединили несколько проектов в один также мы сейчас продолжаем эту работу в плане творчества то есть если мы почувствовали этот запрос в том что могут добровольцы не только сканировать техническую работу выполнять но еще и создавать аудиогиды и видеоролики то есть в некоторых библиотеках это было сделано в прошлом году сейчас вообще будет такая работа проводиться уже целенаправленно с какими сложностями если говорить про сложности то скорее это минимальная сложность в том что не могли ребята заявиться что они придут но и необязательность там какие-нибудь срочные два там ну как понятно там не знаю в школе уроки задержали еще что-то не приходили у нас частенько вот так вот сваливались рабочие места потому что в этом плане у нас были сканеры на которых можно было сканировать и ребята создавали живую очередь то есть ну даже не живую а запись и частенько не было даже окон вот у нас молчанок пришло бы прийти кому-то и помочь сканированию то есть весь день с утра до вечера и ребята этим занимались и по итогу вот у нас было сканировано практически 9 тысяч номеров газет и 246 добровольцев получасовало скорее всего я закончил если кто-то не дорассказал я думаю я дорасскажу в общем у меня есть несколько вопросов на уточнение коротких если возможно с коротким почему был выбран такой материал для проекта как газета архив газет ну потребность библиотеки я понимаю да здесь два момента потребность библиотеки в том чтобы сканировать эти материалы и предоставлять доступ в электронном виде тем кто не приходит в библиотеку у нас большое количество людей физически не может прийти в библиотеку и поработать с этими материалами а по всей россии людей из Иркутской области там кто еще свои родовые какие-то корни и информацию о предках много и мы позволяем вот этим сканированием ускорить процесс оцифровки ну и также у ребят у многих школьников не было понимания того что такое газеты что такое советские газеты тем более и хотелось бы познакомить их с этими материалами потому что для многих был вообще в принципе культурный шок когда они видели в руках вот такие вот печатные издания а когда они узнавали о том что можно еще информацию какую-то интересную подчеркнуть из этого то есть у нас приходили туристические ну те кто занимается туризмом они брали информацию о походах в этих газетах те кто занимается там историей своей семьи они могли найти информацию о родственниках то есть знать то как писали советские газеты что там можно найти о своем родственнике 100% какую-то статью потому что писали о да вот здесь есть вопрос спасибо на самом деле этот вопрос следующий которая хотела задать а в чем мотивация детей в участие в этом проекте что они находят для себя в этом в этой работе ну мы сделали две вещи которые могли мотивировать это сайт добро.ру ну такие чисто корыстные вещи сайт добро.ру и проставление часов волонтеров потому что у них сейчас огромное количество вот это вот запрос именно на волонтерские книжки на то что у школьников эти волонтерские книжки повлияют на поступление им это было важно им важно было сделать какое-то доброе дело второй момент это сувенирка сувенирка им понравилось потому что ну она была действительно хорошего дизайна и в этом плане она была практично интересная ну и в плане того что некоторые ребята приходили вот за этим потом оставались просто потому что им было интересно им нравилось и у нас есть в группе ВКонтакте интервью с несколькими участниками был момент про что просто говорили что хотелось почувствовать себя полезным и поэтому мы приходили и помогали то есть я правильно понимаю что главное первое значит это завлечь как через корыстные штуковины потом увлечь и сделать уже своими адептами ну да в принципе я думаю что что со взрослыми что с детьми здесь одинаковые результаты нужна мотивация какая-то материальная корыстная а потом уже вовлеченность придет так Иван есть еще два вопроса от Юлии какие темы публикации как вам кажется были наиболее интересны для детей общается ли между собой подростки о прочитанном темы публикации я уже часть сказал что было про туризм много заинтересованных про походы искали про какие-то свои интересы сугубо личные то есть там приходили искать про биологию про историю ну то есть то чем занимается какие доклады там делать и кто чем будет заниматься в будущем они стали именно по своей по своей тематике а делились и ребята ну в этом плане мы не следили за ними особо то есть как бы вот надзирали но разговоры конечно были про то как выглядят газеты про то что там написано конечно постоянно обсуждалось И последний вопрос у меня на уточнение я правильно понимаю что вот эта вот география довольно обширная по Иркутской области они работали именно с теми газеты которые их региональные то есть это фонд региональной прессы да это совсем локальные газеты то есть это чуть ли не до газет предприятий вот например железнодорский лимский сканировал газету пошуновского обогатительного кабината то есть газета магнитетик местная там также во всех территориях именно свои газеты локальные городские и в этом плане мы как раз за аутентичность боролись спасибо большое мы действительно еще вернемся на втором круге через серию вопросов к этим проектам и я передаю слово Дмитрию Андрееву спасибо большое добрый день всем я вижу очень много ярославцев из Рыбинска в частности пока не понимаю с чем связано но вот ярославцам и привет слышно меня да да очень хорошо все все отлично я хотел бы наверное такую ремарочку сделать мой опыт может быть в какой-то мере не совсем релевантен поскольку я не нахожусь в штате ни музея ни галереи там не каких-то школьных учреждений я сам по себе такой как бы активист и у меня как раз бэкграунд краеведа я как раз тот человек который с 12 лет занимался краеведением через школу через музей и как-то увлекся и это все перешло такое серьезное хобби хотя большую часть жизни я юрист и юристом работаю и сейчас да о чем буду говорить это несколько такое хобби и как раз как Елена Коновалова говорила нужно понять сначала себя вот эти проекты позволяет мне понять самого себя да можно посмотреть следующий слайда на нем я отметил да что проект которым мы будем говорить он был реализован в городе данилове ярославской области где всего лишь 15 тысяч жителей и задача сначала в общем-то и не было какой-то задачи активизировать подростковую аудиторию до была задача просто переосмыслить деревянное зодчество городское потому что тогда была волна расселению расселение ветхого жилья и снос этих домов и хотелось каким-то образом привлечь внимание к этому всему и переосмыслить деревянное зодчество ну и вот такая была аудитория не никому не понятно это подростки случайным образом мы на нее вышли через кураторов архитекторов которые предложили работать с ней приглашен был архитектор из волок да меньше приемушек который вот показал каким образом можно классно поработать с ребятами как получить от этого эффект и вообще вот эта презентация проект он про про любовь да прежде всего это наверное самое такое основу основополагающее слово про про любовь к тому чем ты занимаешься и в общем к результату своей какой-то такой деятельности и вот если первоначально аудиторию для проекта мы набрали тем просто снятие сроков сроков моей родной школе дело в том что я в этом городе до 16 лет раз таки жил но потом уехал учиться в ярославле и уже сейчас живу в москве то тоже большую часть какого-то своего взрослого времени и этот проект он был первый такой вот давайте следующий слайд откроем есть у нас в городе классное место этот даниловского художественной галереи и как раз такая была площадочка за галереей которую хотелось оживить а пригласили архитектора и пригласили ребят вот как раз из своих родной и своей родной школы и они напридумывали кучу всего что они напридумывали там бюст сталину какой-то там бункер гараж муравейник какие-то совершенно странные вещи но мы это все нанесли ну и как-то собрали какой-то некий проект и в итоге через неделю нас с этими ребятами получилось с кей трампа такой арт-объект который там через какое-то время разобрали но тогда мы вообще не знали что это за аудитория да и что нам вообще классная такая и правда произошла так большая громкая дискуссия в городе оправить детей на творчество в самом городе потому что стали взрослые говорить о том что у ребят нет образования что они тут не могут пилить потому что это девочки потом циркулярную пилу могут использовать только взрослые это юристы тоже пилить не можешь но какая-то совершенно такая необразимая история которая всех поразила и в общем вылилась на страницы прессы там какие-то сюжеты появились ну и поняли что стали захотелось работать дальше и если вот этот грант первый да был это был грант перспективы то дальше же культурная мозаика поддержала и следующий слайд вместе с идея путеводителя была как раз и директора художественной галереи или горели галереи людмилы головкиной и грант собственно подавали художественной галереи вместе с куратором с аккуратом кати змееву придумали сделать то что вы сейчас видите то есть май мой какой-то подход про и опыт по работе с подростками кураторский взгляд с точки зрения верстки с точки зрения художников кати змеевой не вот идея милоголовкина и вылки получился такой классный симбиоз 50 детей к нам пришло и мы классно поработали помимо путеводителя делали кучу всего еще о чем я позже может быть тоже упомянул давайте пролистнем чтобы было дальше следующий слайда у нас появилось так получилось так что появилась классная команда которая хотела какого-то нового вызова так как я пришел в сферу работы с подростками их тютерство из градозащиты да я решил убить двух зайцев найти какое-то место для такой неформальной тусовки местной молодежи и удовлетворить свои интересы в плане хранения каких-то городских артефактов которые я собирал 12 лет коллекции вот обратили внимание на расселенный дом и в общем-то этот дом был мой приобретен да и ребята стали помогать его обустройство делать свои мероприятия которые были близки я делал какие-то свои мероприятия занимался реставрацией ну собственно такое уже прикладное краеведение когда ты откапываешь от очищаешь фасады и смотришь как строительные периоды например в доме да и понимаешь про историю дома или например когда в выгребной яме рядом с домом ты раскапываешь куски фарфора и понимать что ты после пожарных фарфор которые когда-то выгребали на подсыпку дорог да вот видите какие-то реставрационные работы и так дом потихонечку оживал а тут проводили концерты и это такая была заявочная история кто что хотел тот и мог в этом доме сделать поэтому там проводили какие-то мероприятия следующий слайд давайте посмотрим да были фотосессии это какое-то день рождения школьников с такими элементами винтажными нам совершенно разные люди стали дарить вещи и вот мы и по-разному стали использовать можно посмотреть что-то дальше царай фест например это была пандемия и ярославские музыканты не имея каких-то музыкальных площадок предложили провести на нашей территории как раз таки вот этот фестиваль я живя в москве мне было не очень до фестиваля и принципе было без разницы есть он или нет да но ребята которые живут вот этот костяк подростков которые выросли на проекте путеводители на путеводители там дальше была еще мастерская граффити у нас городе то есть они вот решили что это им нужно и это можно сделать да и вот они через две недели после задумки это все реализовали получился эффект вал и дом стал не просто расселенкой заброшкой да это все стали уже говорить мне не о доме как дом детей с синими зелеными розовыми волосами а дом где был концерт да потому что мы пропустили через этот дом много горожан там под полтысячи наверное и а моя например функция была такая я всех пьяных людей всех пьяных гостей водил на экскурсии показывал артефакты показывал всякие находки потому что я понимал да и полицию том числе там четыре отряда полиции в разное время приглашал что просто показать что мы занимаемся социальной деятельностью и понимал что эти вот нетрезвые люди скорее всего больше там никогда не придут к нам но пусть хотя бы они сейчас осмелившись действиями алкоголя прийти к нам что-то увидеть что собственно мы в городе делаем можно посмотреть следующий слайд по поводу вопросов да ну вот смотрите мне попросили некую методологию изложить я сейчас немножко там расскажу даний вообще я написал большую статью в сборнике высшей школы экономики нужно весит этот опыт обобщенный он красочно подробно изложен ссылку я могу прислать сборника в этом году мы это все сделали и вот смотрите методы которые были применены возможно они пригодятся мы приглашали классных профессиональных людей писателей там архитекторов фотограф которые любят и могут ребятам показать вот любовь к своему занятию это было очень важно потом у нас очень было максимально сконцентрировано внимание на каждого подростка а дело в том что так как нас кураторов и срослых людей было много мы по сути распределяли детей между людьми то есть находили близкого человека этому там подростку за счет этого коммуникация и интенсивность коммуникации она увеличивалась потом ну давайте про проект да смотрите у нас еще было важно сделать так чтобы ребенок работал в связке с родителями поэтому коммуникация она была это частый вопрос такой насколько вашу деятельность одобряли родители были на самом деле споры скандалы были какие-то это недоверие но недоверие заключалось просто в общем-то из-за недоверия к своему ребенку как оказывалось почему-то ребенка кроме нас никто не хвалил да вот мы на каких-то мероприятиях старались как раз таки рассказать родителям о том что чем ребенок чем ребенок отличился на этом мероприятии там не сравнивая его с кем-то другим да из детей ни в коем случае отказать отказаться от какой-то оценочности мы всегда были вертикали да вы вернее в горизонтали отказывались от вертикали вот эта учительская история когда наставник отказались да и смотрите так как мы занимались классными историями да то ребята в школе нашли какое-то некое одобрение до что вот эти самые до вы из того сюжета вы что-то делаете то есть вы молодцы они получили какой-то такой мотивацию вот поэтому вот на этих моментах а мы как бы опирались для того чтобы бегать свой проект или скорее даже несколько проектов вперед давайте следующий слайд да тут просто вкратце да что сделать удалось карта подростковых мест получилось да выросла наша группа другой данилов где мы опубликуем обычно положительные какие-то новости получаем благодарности от жителей говорят что вас приятно читать в отличие от подслушано данилов да и какой-то каких-то новостей про разрушенные дороги забавно что вот этот дом это как пример для нас из аварийного расселенного никому не нужного дома в общем-то он появился на карте города как объект культуры да и там проводятся экскурсии всякие мероприятия часто приходят горожане бывшие горожане и сейчас кстати ориентирую на какую-то взрослую аудиторию на каких-то состоявшихся людей потому что дома привлекает внимание в первую очередь их кстати мы помогли в том числе городу да в получении гранта на благоустройство улице понятно что наш дом стоит на этой улице но мы были такие основными актерами и до являемся и качестве небольшой победы из наше предложение буквально на ту неделю поменяли там часть проекта благоустройство с понижением тротуара нашей части с сохранением подлинной брусчатки изначально этого не предполагалось да но вот в ходе реконструкции брусчатка была обнаружена и мы ее в общем-то отстояли да и вот помните вот эта история когда мы рисовали интерпретировали деревянное зодчество на территории галереи со скейтплощадкой из настоящей тогда не срослось нас обвинили кстати что мы строим скейтплощадку на объекте культуры но вот эта идея витала в воздухе мы ее везде озвучивали озвучивали и она в итоге проросла в этом проекте благоустройства благоустройство мы обогатили проект город города и в итоге вот эта площадка будет построена прямо около нашего дома ленина 21 тем самым обогатить его наш какой-то вот этот ландшафт да и вот проект был культурной мозаики еще реализована эта серия график исторических малых архитектурных форм вот помимо этого ребята поучаствовали в здании историко-литературного журнала краеведческого который мы сделали вместе с угличем с редакцией углического журнала вы че поле получился такой классный классный супер журнал ребята выступили иллюстраторами в этом журнале они иллюстрировали словарь данииловских слов в общем получилось очень здорово да и можно следующий сло с каким сложностями тоже быстро расскажу у нас очень часто происходило так что наставники не готовы были делиться делиться с чем-то чем-то с подростками да иногда допустим они хотели куда-то поехать и место было только одно так вот моим мой всегда был приоритет как у тьютера приоритет подростка я не посажу наставника куратора взрослого человека на это посажу подростков потому что понимаешь что он важнее и его мотивировать каким-то образом вниманием обязательно нужно куратор сам вполне может взять такси чтобы доехать до нужного места вот иногда вот какие-то случаи были вот просто такие но всегда нужно занимать сторону подростка сталкивались да там с пьяными родителями которые приходили с больными родственниками понимаешь видишь что ребята болеют этим и переживает как-то в этом участвовать и тут так получается получается что они выросли а ты до сих пор уже участвуешь в этом и обсуждаешь вот хотя энергии немножко уже тратишь меньше на этом да вот про энергию чтобы этот проект получился успешным удачным так как у меня были маленькие дети на тот момент и они не вступили в подростковый возраст я был и меньше нужен чем подросткам и фактически основная работа и семья на два года она ушла на 2 3 4 план проект был как раз таки на первом поэтому возможно это была одна из причин того что такая сильная вовлеченность когда ты до часу ночи сидишь в чате и обсуждаешь какие-то вопросы связаны с марвелом так сложно но это все вы почитаете давайте посмотрим на следующий слайд тут я не все буду озвучивать презентацию у вас будет статья в сборнике тоже так долгосрочные эффекты ну смотрите мы сейчас уже долгосрочные эффекты видим ребята уже создают какие-то свои группы неформальные которые занимаются своими какими вещами там музыкальными вечерами до экозащитой то есть ты видишь что город они уже себе немножко присвоили да они немножко расширили рамку криведения это уже не кирпичи там история домов по это уже там условно говоря животный природный мир может быть дан там музыкальный город они становятся определенно пассионариями то есть они уже там они присутствуют в фейсбуке они у них свои какие-то группы они уже активизированы если раньше там у них были там десятки подписчиков то теперь сотни сотни друзей и сотни экспертов которые их окружают многие знают и да они уже болеют за свой город и да они уже понимают что они могут уехать но потом вернуться или вообще ментально не уезжать кто-то понимает что им достаточно для реализации находиться в этом городе кстати многие из ребят вот эти старшие старшие ребята они вообще-то никуда не уехать да и путешествует при этом заниматься успешными своими проектами да и про доверие очень хороший момент что вот этот опыт взаимодействия проектный он позволяет формировать доверие да и даже доверие не только между взрослыми и подростками но и между взрослыми и взрослыми в рамках проекта администрации администрации например и бизнеса давайте следующий слайд так ну зачем я думаю что почитаете почитайте это все да я вас попрошу остановиться потому что это вопросы которые как бы мы хотели с коллегами обсудить дальше хорошо да давайте мы как бы пока вот остановимся вы может быть скажете про перспективы а потом мы вернемся к вот ответам на вопросы которые вы сейчас убрала временно ну смотрите хочется масштабирования да и вот как я уже говорил оно происходит за счет соседней площадки смыслишь уже мыслишь масштабами улицы масштабами соседней территории поэтому хочется немножко расширить поле деятельности первый момент хочется некой легализации к этому призывает администрация она говорит вот вас хвост у вас живут это нелегально вот ну ничего что там есть механизмы личного кодекса все это реализовывать но тем не менее да при этом мы не можем получать грант у нас нет никого и тут тоже кстати момент такой оценочный да не очень интересно когда тебя оценивают проще иногда реализовать все через свои какие-то средства личные да не отвечая да там перед кем-то за что-то но иногда полезно да вы имея просто вы через поддержку грантову через грамотодателя какой-то экспертность потому что сидеть внутри себя тоже не охота хочется коммуникаций поэтому вот такая легализация и деление на некоммерческую коммерческую деятельность она должна присутствовать да и мы сейчас по сути обобщаем материалы история дома но в то же время это история всего города потому что горожане бывшие жители этого дома которых мы брали интервью они рассказали о своем отношении к городу они уехали многие у них очень теплые воспоминания не говорят так как уже не говорят данииловцы но они как-то особые отношения у них складывается поэтому вот эта история мы занимаемся и в ближайшее время будем заниматься музейной экспозицией вот тема примерно понятно и экспонатов уже тоже есть вот этим мы как бы сейчас работа на этот перспективах а ножках так можно давайте следующий слайд просто там есть фотография фотография но вот сейчас экспозиция выглядит так это старинный секретер и выдвинутые ящички с различными находками которые сделаны были в доме в ходе реконструкции мы ничего не выкинули даже обои со стен мы их нарезали пластами и по сути это каталог обоев 60-х годов во всех 13 комнатах нашего дома с 500 метров особняка который в советское время был коммуналку но вот был расселённый занят нами под культурный центр вот такая сейчас альтернативная площадка вот так это пока я тоже здесь останавливаюсь практически хорошо да я может быть сейчас да есть ли вопросы да да есть вопросы есть во первых спасибо большое это какое-то я слышала про этот проект но то что вы рассказываете это конечно просто невероятно и спасибо вам за за вот эти вот слова про краеведение потому что вот это вот нетрадиционное да не формально не шаблонное да когда мы просто изучая изучаем историю родного края а это такая живая история это очень важно есть вопрос на какой основе приглашались профессионалы чем они были мы мотивированы профессионалы только представители города или приглашались из других городов да это хороший вопрос смотрите у нас в культурном мозаика кстати помогала нам в какой-то мере да там находить игоря сорокина например рекомендовать через какие-то каналы конкретно специалистов которые работают с текстами или например с фотографиями фотографа фотограф например был антон акимов это такой культовый фотограф который занимается фотографированием интерьеров и автор книжки история московских домов петербургских домов рассказаны жителями да ну вот например он занимался фотографиями мы очень хотели чтобы эти взрослые люди которые приехали на территорию работали с людьми, которые живут на территории. Поэтому мы присоединяли каких-то творческих людей, взрослых, с территории, конечно. Это могут быть, были фотографы в том числе участвовали. Они не то чтобы и были кураторами, но они были рядом и сами чему-то учились и учили в процессе ребят. И в этой ситуации внимание, ребята, оно было направлено, вернее, тут получали ребята внимание и там от Антона, и там от Коли Кошкина, например. Но внимание получали они от местных. Завязывались коммуникации. Например, у нас есть такой человек, который попал даже на карту города. Подростки его включили как объект. Ёжик бесноватый. Это местный дизайнер. Он тоже был всегда рядом, он всегда помогает, он монтирует объекты. Он такой творческий человек. И он тоже, по сути, куратор в какой-то мере. Он тоже в этой пенсовке. И он тоже сейчас помогает, он общается с этими ребятами, дружит. И в какой-то мере освобождая меня от и там Людмилу, от груза вот такой коммуникации излишней, можно сказать, позволяет экономить силы. Вот. То есть, опять же, но профессионалов, их нужно видеть, да. Ты их, в принципе, всегда знаешь, ты как-то подсматриваешь в каких-то проектах и понимаешь, что в следующий раз ты пригласишь кого-то. Вот за Мишей Приемышевым, архитектором, который занимается такими партиципаторными практиками уже давно и там в Китае, и в США. И я специально проект создавал под него практически. То есть я знал, что мне нужно с ним поработать на территории, попилить. И, кстати, запрос на мастерскую очень серьезный, запрос на что-то поделать руками очень серьезный. И запрос на путешествия и походы очень серьезный. Потому что мы с ребятами ходили в походы. И это впечатление было намного больше, чем от пиления, от путеводителя, от всего. То есть им хотелось именно походов, именно открытий, потому что мы исследовали территорию. Кстати, мы ходили в заброшенную усадьбу. Это 13 километров, одну сторону, 13, другую. Вот. И такой еще момент, кстати, пока я помню по поводу такой кросс-дисциплинарности по поводу кроведения. Вот недавно осенью был такой классный проект в области современного искусства у Яна Посадского с аркой в Архангельском музее. Они совмещали граффити и граффити и резьбу на бересте. Они дали бересту стрит-арщикам, по-моему, да, а кто-то занимался как раз таки граффити там местные. То есть они переплели людей, занимаясь стрит-артом и традиционной культурой, да, и посмотрели, как это вообще работает. Была потрясающая выставка. Это настолько все глубоко, и это вот как раз, мне кажется, за этим будущее такой стык современного искусства, да, и современных тем для говорения, да, и исследования территорий. В принципе, мы идем на какой-то, по какой-то такой грани, потому что исключительно с такой архивной криведения, ну, вот у меня пара только человек, я знаю, они этим занимаются, любят вот такое книжное, они пишут статьи, но все любят легкое такое, что-то найти, что-то отмыть, что-то откопать. Вот это все как бы на ура идет. Пойти, пообщаться. В основном приходят все пообщаться, да, все ребята, которые пришли, там, 90 процентов, они искали себе компанию, они, как и я, когда-то, когда мне было 15-16 лет, они не нашли себя в городе, а я не нашел себя в городе, у меня было слишком серьезное увлечение антиквариатом для мальчика 12 лет, и никакого круга общения не было. То есть это была такая травма, которую я вот в этом проекте фактически как бы закрывал, да, для себя и лечил, создавая вокруг себя некое сообщество, которое у меня не было раньше. Это как раз опять вопрос Елены, что нам нужно от проекта. То есть ты ищешь в себе что, какой-то запрос, да, и тогда делаешь. Если вы меня спросите, хочешь ли ты сделать путеводитель или там в каком-то еще городе, я скажу нет. Хочешь ли ты сделать еще какой-то дом отреставрировать с подростками, я скажу нет, потому что у меня уже сейчас другой запрос, например. А дом, кстати, ребята брали под ресторан и под книжный магазин. То есть как раз у подростков был такой запрос. Мальчик хотел сделать ресторан, девочка хотела сделать книжный магазин. И мы тогда и соединялись с экспертами, ну, например, Борисом Куприяновым из Фаланстра, который консультировал девочку относительно книжного магазина. Это, кстати, вот по поводу топовости экспертов. И ты берешь не районную библиотекаря, а находишь ему Бориса Куприянова, который может помочь. И сказать, там, условно, ну ты дура, да, а не пустить его по ложному пути, сказав там что-то другого. Ну, Куприянов так не сказал, он просто писал сложности. Вот, а мальчик проектировал ресторан, да, и вот это опять же идея ресторана, она рожденная в голове у Джимми, у Джим Шера, да, она как-то просочилась, что на вот этом сарае-фестивале к нам подошли партнеры и сказали, давайте мы у вас, у вас этот первый этаж заберем и сделаем там действительно кафе. Вот, потому что идея, она как бы летала, летала, и до сих пор вот эта история с рестораном не закрыта. Я думаю, что пока там ресторан не откроется, это все как со скейт-площадкой, там никто не успокоится. Вот, но это все рождалось в воркшопах. Мечты визуализируются. Да, спасибо большое. Мы еще вернемся к вашему проекту. Я бы еще хотела обратить внимание на то, что вы важно сказали и про краевидение, и про соединение вот этого современного, современных практик. И с помощью этих современных практик осознание там тех исторических контекстов и ландшафтов, которые у нас есть на территории. И про то, что детям на самом деле, подросткам важна коммуникация и что-то делать руками. Потому что на самом деле, несколько лет назад, вот Инна Прилежаева, присутствующая, помнит, когда мы приглашали на одно из мероприятий футуролога, он сказал, что лет пять или шесть назад это было, он сказал, что будет совершенно точно у потребности у молодежи в тактильных, практичных практиках. Потому что цифрализации слишком много. И от нее устают. Они будут интересоваться всем вплоть до гончарного искусства. Аня, это был 2013 год. Какой? 13-й? 13-й. Ужас какой. И вот мы сейчас как раз, мне кажется, эти тенденции и наблюдаем. Спасибо большое. Мы вернемся еще к вашему проекту и к вашей презентации. Я передаю слово Виктории Кандыбиной, которая представляет нам музей Черномырдина, Оренбургскую область. Добрый день, коллеги. Расскажу о нашем проекте, который называется «Школа сельского урбаниста». Это наш совсем недавний, свеженький проект. И, собственно, вообще о нашей работе с подростками. Немножко скажу о Черном отроге Оренбургской области и о себе. Собственно, Черный отрог известен в широких и узких кругах тем, что там родился один из премьер-министров России, Виктор Степанович Черномырдин. После того, как его не стало, на родине премьера было решено построить музей. И, таким образом, небольшой населенный пункт полторы тысячи человек заимел вот такое культурное пространство, как музей имени Виктора Степановича. И, собственно, вокруг этого, наверное, стала собираться и команда изменений на территории, и в том числе из местных, и из приезжих. И, таким образом, и я появилась в Черном отроге, из другого региона. Появилась я не одна, у нас была целая команда, и перед нами стала как раз задача создания музея. Кроме того, что мы рассказывали о самом Черномырдине, мы хотели рассказать и о той территории, на которой он родился, в которой он жил, и про село. И, таким образом, мы заинтересовались сами краеведями. Надо сказать, что нас было не так много местных, и поэтому для нас тоже это было что-то в новинку. И, естественно, мы опирались на местных краеведов разного возраста. Краеведческое лобби в Черном отроге довольно сильное. Собственно, они в свое время настояли на том, чтобы музей именно здесь открылся, а там, например, не в Москве или в областном центре. И вот эти вот краеведы первой волны, скажем так, они проводили и краеведческие кружки, куда ходили школьники. Но это были довольно традиционные занятия. Мы тогда познакомились с ребятами, сходили на несколько этих кружков и поняли, что есть возможность как-то модернизировать формы, с которыми наши коллеги старшие работают. И тут очень удачно сложилась история так, что Фон Тимченко объявил сначала первый набор «Культурную мозаику», потом второй набор. И мы как раз, собственно, в оба набора эти вошли с проектами, которые очень похожи, тематически связаны с краеведением. Это первый проект был «Я свяжу тебе жизнь». Он у нас был про пуховый платок, оренбургский пуховый платок, все-таки мы в Оренбургской области находимся. А второй проект был связан с коллекцией автомобилей, которые находятся в музее, и с коллекцией такой вот сельской, связанной с тем, что село в основном все-таки занимается сельским хозяйством. Собственно, как раз в рамках вот этих двух проектов у нас были созданы творческие студии для детей, которые занимались пуховязанием и моделированием. И в рамках одного из проектов, вот второго, открылась выставка «Люди поля. Внуки одетых». Здесь вот вы можете увидеть фотографии. Выставку мы делали совместно с ребятами, и она как раз касалась не только того, чтобы собрать кривический материал, но и чтобы как-то художественно ее оформить. Мы предложили ребятам не ограничиваться в пространстве. Музей тогда только создавался, у нас были большие пространства пустые, в которых еще не было ни экспозиции, ни под общественное пространство, они тоже не были сформированы. И таким образом вот у ребят возможность, скажем так, присвоить пространство и музея и рассказать что-то о той теме, которую они разрабатывали, была. Ну, опять-таки, мы использовали некоторые такие интересные моменты, то есть, например, как убедить ребят брать скучное интервью у дедушек, которые просто разговаривают четыре часа к ряду. То есть мы говорим, что вот там проектируем экспозицию, проектируем выставку и говорим, что ой, какие у нас классные вот эти стеклянные, огромные стены, давайте что-то на них придумаем. И кто-то говорит, ну, есть какой-нибудь лозунг. Мы такие, а если не лозунг, может быть, что-то более такое интересное, более личное. Ну, вот кто-то мне какую-то историю рассказывает. Так, а где нам найти историю? Ну, придется интервьюировать и расшифровывать потом. Музей в итоге получает расшифрованный текст воспоминаний, на который бы один сотрудник тоже бы констатичное количество времени потратил. А ребята вот с таким интересом, с поиском как раз выуживают оттуда те фразы, которые они потом могли использовать. Ну, собственно, то, что вы видите в кадре сейчас. Ну, и то же самое, как, например, мы работали с фотографиями, которые были использованы. Там ребята их перерисовывали. Вот тоже можете увидеть на картинке справа вверху. Как работали с фотографиями непосредственно героев и ветеранов сельхозтруда, ребята, например, их перерисовывали как в формате трафарета. И вот наносили на футболке. После, собственно, того, как у нас начали работу детские студии, у нас также несколько еще, в общем, открылось таких пространств, которые так или иначе занимались вот таким вот краеведением с ребятами. Это казачья школа Атаман, потому что Черная Дрог, собственно, казачья станица одно время была, и сейчас очень много представителей данного общества. Была создана волонтерская команда музея и проектная школа Лестница. Ну, собственно, как это вообще все получилось, когда мы работали над выставкой «Люди поля», огромное количество ребят приходило к нам, хотели так или иначе поучаствовать. По селу начал проходить слух, что есть такая классная молодая музей-команда, там можно сделать все. Музей тогда строился, ходить было нельзя, а вот тут вот можно прийти. И таким образом мы вот такой вот хитростью и интересностью вокруг себя сплотили огромное количество ребят, ну и, собственно, решили на этом тоже как-то что-то с этого поиметь, и начали вот свою такую работу по созданию вокруг себя такого сообщества подростков. Но с детьми история такая, что если вы с ним будете просто разговаривать про проектную деятельность или про краеведческую деятельность, ну, через два занятия вы будете разговаривать с собой сами, нужно что-то делать. И мы воспользовались теми мероприятиями, которые проходились на территории музея. В частности, в 2016 году в России как раз проходил международный форум молодежи и студентов. И одна из программ, то есть там, понятно, во всей стране, но так получилось, что часть ребят со всего мира, 100 человек, приехали в черный отрок, о принимании их в музеи. И мы тогда как раз предложили ребятам рассказать о той программе, о тех своих краеведческих изысканиях, скажем так, познакомить гостей этого форума с традиционными промыслами. Девочки практически все, которые к нам ходили на эти занятия, умели вязать, и они все показывали, рассказывали. Ну и было так интересно, ребята очень как-то заинтересовались, что вот можно, смотрите, к нам приехал человек из Африки или к нам приехал человек из Соединенных Штатов. Классно, давайте как-то общаться. То есть мотивировало изучать кого-то иностранные языки и поступить потом по этому направлению. Кто-то как-то больше к нам прирос, и вот у нас получилась такая действительно крепкая, дружная семья. Ну и стали изучать не только историческое наследие, но и художественное. Выезжали к местным художникам, смотрели фильмов местных сценаристов, приглашали местных фотографов. То есть ребята вот погрузились в тусовку нашу, скажем так. Назовем это так. Классной формой переосмысления не то чтобы краеведения, но какого-то, наверное, каких-то фишек, которые есть на вашей территории. Это, конечно, искусство. И здесь мы были вдохновлены очень примером того, что делала команда Бербского музея современного искусства. Видела сегодня здесь Настю Шипицыну. Огромные привет и спасибо. Вот в один из годов команда приезжала к нам и, собственно, проводила у нас вот такой небольшой интенсив несколько дней, в рамках которых вот мы разрисовали одно из таких зданий в Черном отроге. Надпись гласит «Здесь мое море» и посвящена тому, что друзья одного мальчика все разъехались по морям, а он остается вот в этом степном море, потому что Римбургского степного, собственно, регион. Ну и вот так вот через переосмысление каких-то природных моментов и личных переживаний вот этот стрит-арт-объект и родился. У него печальная судьба, к сожалению, его потом закрасили, но он навечно в наших сердцах и этих фотографий. Ну вот, собственно, потом подошли к тому, что нужно было как-то выделяться из музея часть работы. И вот то, что Дмитрий сегодня говорил про создание новых институций внутри проектов, в том числе у нас была создана детская казачья организация как отдельная организация, которая занимается именно историческо-патриотическим направлением. В 2019 году мы выиграли в фонде президентских грантов грант на проект «Пуховый фасад». И в него включились на самом деле все участники наши. Проект был интересен еще и тем, что он как раз давал возможность сделать что-то руками, он давал возможность переосмыслить традиционный промысел Оренбургский пуховый платок, ну и помочь, собственно, бабушкам, которые жили в этих домах, кратко расскажу про этот проект. Мы маркировали дома пуховниц, которые, собственно, занимаются вот этим промыслом, вот такими печеньками, я их называю, которые складывались в Оренбургский пуховый платок. Дома стали безумно привлекательными, разошлись вообще по интернету, всяких урбанистических пабликов типа, не знаю, архитектурные излишества и прочее. Ну и стали такой, на самом деле, и фотозоной, и такой площадкой. Но для детей это была возможность проявить себя вот в таком формате, ну который, наверное, достаточно популярен, но он классный. То есть тот же пример Томсорфеста показывает, что людям нравится, участвовать в восстановлении домов или в каком-то их эстетизации. Кроме того, мы решили, кроме того, ребята сами решили, что это прекрасная фотозона, и вот мы в один из дней проводили такую фотосессию с пуховыми платками на фоне этих домиков. Ну, как по мне, так ни один оренбургский производитель пуховых платков не имеет такой роскошной фотосессии, а у нас тут все местные, свои бабушки, свои домики и еще и свои такие красивые девушки. Также у нас была такая возможность, она очень классная, и, наверное, если у вас есть что-то похожее, тоже есть смысл с ней поработать и как-то ее применить. Мы всегда хотели, чтобы у ребят была возможность реализовать собственный проект, как у нас, например, есть возможность найти там спонсоров, выиграть грант. Хотелось, чтобы у ребят что-то было такое. Ну, есть грантодающие организации, ну, типа Росмолодежи, да, которые с молодыми ребятами работают, но, опять-таки, там тоже есть некоторый возрастной ценз, и плюс там все очень строго, с отчетностью, и ребята это часто отталкивают и пугают. У нас была такая премия от фонда Черномырдина, который вот, собственно, территорию Черного Трога действовал, который вот помогал таким лучшим школьникам посмотреть мир, съездить в Москву. В Киев одно время ездили ребята, но все сводилось к тому, что это были просто поездки, ребята ездили, говорили, классно в Москве, поступаю туда, вообще тут жить не могу. Мы не против, чтобы ребята поступали в Москву, классное место с отличными вузами, но у нас была идея получше, собственно, взять весь этот опыт, который вы сейчас видите, взять вот эти средства, которые фонд выделял на вот эти поездки, и проводить ежегодно проектную школу, грантовый конкурс, и, соответственно, ребятам не решать это образовательные поездки, но немножко поудачнее выбирать тему. Всю эту историю мы назвали премией Черномырдина, и с 2015 года мы выбираем каждый год какую-то тему, собственно, с которой работаем. В 2019 году это была тема общественного пространства, вот в эти слившиеся пандемийные года мы говорили про семейные традиции, семейные ценности, а в 2021 году мы посвятили эту школу и этот год урбанистике, сельской урбанистики, и назвали этот проект «Школа сельского урбаниста». Президентский фонд культурных инициатив поддержал эту идею, и таким образом у нас появились ресурсы на то, чтобы эту школу провести довольно масштабно и подробно. Вот передо мной выступал Дмитрий Андреев, ему тоже огромное спасибо, что он приехал, рассказал нам о своем опыте, но, собственно, как раз лекции так и строились. Мы часть времени уделяли тому, чтобы рассказать ребятам о каких-то основных моментах, связанных с устройством того или иного населенного пункта, проводили различия, искали связи между селом и городом, уделяли какие-то свои особенности, а также мы еще приглашали ребят, и очень было отрадно, что в «Культурной мозаике» нашли спикеры, вот тоже задавали вопрос, где найти вокруг. В общем, все, кто с нами учился в «Культурной мозаике», у кого были похожие проекты, мы их приглашали, вот, и прекрасный отклик у ребят находил эта история. Ну и вообще надо сказать, что сама защита вот этих проектов, да, то есть мы сначала ребят учим, потом у них есть проектный конкурс, где они свои идеи предоставляют. Это очень интересно, потому что они приводят с собой еще родителей, многие родители вообще не были в музее до этого. Так, они приходят, интересуются тоже, со временем родители говорят, а мы там собираем книжки, пишем родословную книгу, и вот уже у нас там в это лето было два классных мероприятия, где люди презентовывали вот эти свои родословные изыскания. Это очень классно, потому что в первую очередь они, конечно, все через детей переходят. И, как я еще сказала, у детей есть возможность получить денежные средства, гранты мы выдаем разных, там, 10 тысяч, 20 тысяч, 25 было в этом году, на реализацию собственных проектов. Ну, что это за проекты? Это в основном проекты, связанные с, как ни странно, благоустройством, и, видимо, это действительно та проблема, которую ребята видят и как-то хотят с ней поработать. То есть, это детские площадки, это что-то, какое-то создание общественных пространств в школе, в рекреации, в доме культуры, волейбольные, футбольные площадки. Был прекрасный проект «Черная трога» с снимка, где девушка проводила вот такую однодневную выставку, всем в парке, всем понравилось это место. И потом, в общем, весь актив «Черного трога» разными средствами начал искать, как, собственно, парк преобразовать. Даже было выяснено, что у него есть название «Юность». Как-то вокруг этой темы «Юность» и «Задорство» начали подбираться там объекты, и если в предыдущие годы те проекты, которые побеждали, они в основном, то есть человек, ребенок, он собрал вокруг себя команду, и он сам участвовал в реализации этого проекта, сам менеджерил всю эту историю, то в этот раз мы решили помочь тем, кто не прошел этот конкурс, конкурс на грантов, тоже поучаствовать в реализации какого-то проекта, и совместно с архитектором вот создали как раз вот этот проект этого парка, где ребята как раз могут прийти и, собственно, поучаствовать в его создании. Также по итогам этого… То есть получается очень такой, да, слишком проект по благоустройству, среду вроде «Где тут краеведение?», но на самом деле село — это же очень такое интересное… Даже не знаю, как… Лето — это маленькая жизнь, жизнь в селе — это вообще отдельная история, и вот мы с ребятами и с архитекторами, которые работали в этом проекте, создали такой словарь сельского урбаниста, где как раз вот эта идея краеведения, архитектуры работы со среды соединяется. Ну, образовательные поездки мы также ребят не лишали, как я уже сказала, но стали их чуть-чуть более точно подбирать. То есть если это, например, была история про традиции, то мы повезли их, наверное, на русский север, как по мне, так это самое, наверное, такое место, где чаще всего, вернее, сильнее всего эти традиции сохраняются. Вот играли в традиционную игру, очень похожую на футболки ЛАС, с министром культуры РФ, считаю, неплохой пункт в поездке. Ну и про форматы и результаты коротко, и буду заканчивать. Форматы, которые мы использовали, которые для себя отметили как то, что ребятам интересно. Это запрос на общественное пространство, на всевозможные третьи места, просто места где-то собраться, спрятаться. Вот, безусловно, у подростков есть. Если можно их создать, то как бы используйте тему, уже накладывайте сверху свою. Это интерес к уличному искусству, как такому немножко чему-то запретному, интересному. Запрос на изменение среды и участие в благоустройстве. Буквально вчера вот красили лавочки с ребятами, нет никаких проблем собрать ребят на такой движ. Еще о том, такое важное замечание, что очень важно, конечно, делиться всем, чем, что вы нарабатываете в краеведении, презентуйте это отдельно, даже в каких-то маленьких изданиях или в маленьких выставках. Это безумно ребят привлекает, потому что что-то делать внутри своей компании не так интересно, как можете похвалиться, в том числе и в сети. Виктория, спасибо большое. Да, результаты вы перечислили. Да, прочтете. Спасибо. У меня короткий вопрос, если возможно. Пожалуйста, не показывайте слайд с советом, потому что мы вернемся к этому. Значит, у меня быстрый вопрос. Как вы смогли актуализировать и вообще увлечь молодежь и подростков такой, прямо скажем, не самой актуальной штуковины, как Оренбургский платок и вязание? Это было сложно. У нас вообще, кажется, вся область укрыта просто этим платком, и ростки современного перерасмысления очень из-за этого пухового пласта пробираются с трудом. Опять-таки, посмотрели, что ребятам интересно. Ребятам было интересно делать что-то руками, ребятам было интересно заниматься благоустройством села, в котором они живут. Ну вот, мы этот пуховый платок нанесли на эти дома. Все, вроде как бы тема с этим связана. Безусловно, маркирует населенный пункт как место, где вяжут платки, но, собственно, ребята на него немножко по-другому посовременнее подумали. И, например, да, это не приводит к тому, что количество вязальщиц увеличивается, безусловно, но это немножко другая работа, и это решают наши партнеры, которые занимаются социальным бизнесом. У них немножко свои есть методы относительно этого. У нас была скорее имиджевая история про то, чтобы просто показать этот промысел как что-то интересное и современное. Но мы не пошли по пути. Наверное, самый был бы простой и понятный путь, если бы мы, предположим, сказали, ой, мы проводим конкурс моды на тему Оренбургского пухового платка. Хуже идеи, если честно, я не могу придумать. Простите, кто проводил когда-то конкурс моды Оренбургского пухового платка, потому что это очень сложно, и это действительно тяжело. И те, кто делают это прекрасно, на высоком уровне, и так, чтобы это могло заинтересовать, действительно спозиционировать как что-то современное и классное, это огромные труд затраты. И сложно делать это с детьми, когда у вас есть еще другая функция образовательной, да и вообще просто с ними побыть, научить их быть, смотреть, не знаю, но это сложно и не нужно, наверное. В этом смысле будьте гибчие, ну мы были, во всяком случае, гибчие, использовали те формы, которые вот ребятам были более понятны. Спасибо большое. И последний проект у нас на сегодня. Мы еще вернемся тоже так же, как и к другим проектам. Это Мария Филатова, город Владикавказ, Северно-Кавказский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Сейчас я запущу Машину презентацию. Как Аня уже отметила, я руковожу отделом художественных программ и творческих проектов в Северо-Кавказском филиале Пушкинского музея во Владикавказе. Пару слов о Владикавказе. Он является столицей Республики Северной Осетии Аланья. Количество жителей около 300 тысяч человек. И он претендует на звание Культурного центра Северного Кавказа. Это единственная христианская республика на Северном Кавказе. И где есть свои особенности и сложности территорий, связанные с традиционной культурой. Основные социокультурные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в городе, это высокая степень социального расслоения, это разный образ, стиль жизни, социальная позиция, статус. Это проблемы безвозвратной миграции. То есть таких людей, как, допустим, я, молодых ребят, которые уезжают, учатся в Москве, в Петербурге и возвращаются обратно во Владикавказ, их очень мало. Правда, сейчас понемножку вроде как ситуация меняется, но в целом это связано с тем, что нет возможности для профессионального восстановления, нет возможности удовлетворить свои какие-то культурные потребности. И также некая проблема заключается в том, что на официальном уровне закреплена традиционная культура, да, и как следствие игнорируются какие-то инновационные подходы к работе с культурой. В северокавказском филиалом проводится фестиваль «Ланика», который как раз-таки пытается уже в течение 16 лет работать с темой традиции и современности. Кроме того, мы проводим арт-резиденцию для молодежи «Арт Кавказ Некст», которая задействует ребят в возрасте от 15 до 35 лет. У нас оставалась не очень задействована аудитория в возрасте от 13 до 18 лет. И вот в прошлом году, в 2021 году, мы подались на грант, фонд президентских грантов с проектом «Арт-резиденция Аланика Тинс». Значит, идея проекта заключалась в том, чтобы привлечь ребят-подростков в область современной культуры и попробовать дать им возможность современными инструментами, современным языком говорить о своем ощущении города и о своих эмоциях, о своих состояниях, которые они в городе испытывают. Значит, в качестве целевой аудитории у нас были ребята 13 до 18 лет, причем это была сборная группа, в которую входили также ребята с особенностями здоровья. Всего их было 20 человек. И что интересно, в ходе проекта потихонечку мы понимали, что мы перестали уже понимать, кто среди всех этих ребят с особенностями здоровья. Значит, проект мы реализовывали с командой, которая уже сегодня была упомянута, из Пермского музея современного искусства «Пермэм». Вот на фотографии можно видеть Настю Шапицыну и один уже из реализованных проектов. Вот, значит, мы, когда задались идеей привлечь подростковую аудиторию к работе в поле современного искусства, мы в первую очередь стали изучать успешный опыт команды музея «Пермэм» и, собственно, ее пригласили участвовать. Совместно с ними был написан грант и реализовывался проект. Что касается программы, которую мы на этой резиденции сформировали, это была смешанная программа онлайн-формата и оффлайн-формата. Так как у нас было немного времени на реализацию проектов, значит, с пермской командой была придумана такая идея использовать технологию, то есть, чтобы технология задавала идеи проекта. Значит, в качестве инструментария был избран ГОБА-проекция, эти ГОБА-проекции. Да, значит, в качестве технологии были выбраны ГОБА-проекции и мы планировали выйти с этими проекциями в публичное пространство, то есть, сделать паблик-арт-проекты. У нас была подготовлена большая образовательная программа, которую нам презентовали пермские коллеги, среди которых были и художники, Любовь Шмыкова. Вот, и, значит, они рассказывали про свои проекты, реализованные на территории Перми и не только. Так как в ГОБА-проекции среди молодежи тоже не так много примеров таких паблик-арт-проектов, граффити и всего такого прочего, ребят было очень легко увлечь. Они были замотивированы вообще знакомством с возможными проявлениями в сфере современного искусства. Значит, что мы получили в качестве результатов проекта? Это была серия световых работ, выставка арт-объектов, ГОБА-проекции, которые мы разместили в городе, причем контекст, в который помещались проекты, он играл особую роль. Ребята изучали город вместе с кураторами и каждая эта проекция это была очень искренняя, личная история каждого из подростков. Важно было то, что автором каждого проекта являлся подросток, то есть кураторы, координаторы все помогали выразить свою мысль в художественном проекте, но в целом авторами считались дети. Им было важно получить вот этот голос, в городском пространстве. Дальше мы можем тоже на слайдах видеть еще несколько примеров таких световых работ. То есть ребята осмысляли разные темы. Что-то было связано с экологией, что-то было связано с ландшафтом, что-то было связано с какими-то личными историями, не всегда простыми, которые им помогло переживать вот это высказывание в публичном пространстве. Например, мы видим световую проекцию арт-резиденции подростков, в которой осветилось заброшенное здание. Там личная история девочки заключалась в том, что она потеряла кого-то из родных. И в общем она рассказывала про то, что люди как заброшенные здания. Иногда им нужно постоять вне реставрации, собраться силами, а потом уже как-то быть конструированными, как-то взаимодействовать с широкой публикой. Значит, и что у нас там еще из слайдов? Да, где мы можем прочитать про проект, это, в первую очередь, сайт северокавказского филиала, где подробно описан проект, и есть комментарии от руководителя проекта, и также можно посмотреть и послушать истории каждой световой проекции по ссылке. По второй ссылке, значит, это материалы, которые мы расположили на платформе Easy Travel. Причем интересно, что Easy Travel сами обратились к нам с просьбой создать аудиогид. И в этом аудиогиде ребята сами рассказывают про проекции. Помимо того, был создан путеводитель по этим проекциям. Значит, что интересно было наблюдать в ходе работы с подростками в этом проекте, это их трансформацию за время всей резиденции. То есть, если вначале, тем более еще в онлайн-формате, было очень сложно их раскачать, как-то вывести на вот эти личные истории, которыми они хотели бы поделиться, вот, но была использована такая техника свободного письма, да, когда вот они старались ни о чем не думая свой поток сознания на бумаге выдавать, и уже оттуда мы пытались вычленить какие-то истории, которые важны для каждого подростка. И это дало возможность как раз таки получить очень искренний, настоящий проект. вот, наверное, вкратце, быстро вот так. Маша, спасибо. у меня есть очень, во-первых, Алина Шмарина написала вопрос, вы что имеете ввиду про стажировку, вы не могли бы пояснить в чате. Маша, скажи, пожалуйста, у меня два коротких вопроса, на которые я хочу получить короткие ответы. Первый, осталось ли что-то в городе от этих световых инсталляций? И второе, вот эти 20 ребят, как вы с ними дальше продолжаете работать? Или они как бы дальше живут своей жизнью? Спасибо. Значит, первый вопрос касательно проекции в городе. Интересно, что мы, понятное дело, согласовывали все эти проекты с городской администрацией, и речь шла о том, чтобы эти проекты сохранить на летнее время. То есть мы проекты реализовывали в июле, мы думали, ну, там до конца августа, может быть, до сентября. И еще нужно было учитывать, что некоторые проекции светились, допустим, на деревья. И понятно, что там, когда листья опадут или наступит зима, они уже перестанут иметь свою силу и как бы видоизменяться. Но проекты настолько понравились местным жителям, настолько понравились тем же представителям администрации, вот там на предпоследнем слайде могли видеть ребята в световых гирляндах. Это было световое шествие, которым мы открывали этот проект. И очень интересно, что по ходу, да, было 20 локаций в центре города, но с нами ходило огромное количество людей, там около 300 человек, они сопровождали весь этот путь, то есть никто по пути не отваливался. Вот. И проекции до сих пор существуют в городе, несмотря на вот эти погодные изменения, их какие-то, там, приобретения другого вида, все равно они очень любимы в городе, и поэтому они до сих пор сохранятся. Другое дело, что есть еще и другое, другие последствия этого проекта в том смысле, что если раньше встретить во Владикавказе вот этот гобопроектор, чаще всего их используют с целью рекламы, можно было едва ли, едва ли, там, может быть, где-то там один-два проектора, и то они очень неприметные, то сейчас весь город светится этими гобопроекторами. Да, и здесь у нас тоже появляются интересные темы для осмысления про то, как взаимодействовать с вот этими реакциями на проекты, где здесь границы этики, то есть, например, условно, у нас была работа девочки, где от руки написано слово принятие, да, за которой стояла там ее личная история с попытками принимать все происходящее, вот, значит, рядышком пристроилась реклама к этому проеку принятия фычинов на такой-то улице с каким-то адресом, вот, и как бы попытки объяснить представителям этого бизнеса, что, ну, это не совсем этично, и могли бы вы поменять и все такое прочее, они искренне не понимали, а что в этом такого, вот, ну, и мы как бы тоже понимаем, что это просто открывается еще одно поле интересное для осмысления, для взаимодействия с вот этим, с городским пространством. Ответила ли я? Да, спасибо большое. Я так понимаю, что с детьми дети остаются в этой ячейке, в которой будет реализован следующий ваш проект, который вы делаете в имени Пушкина. Вот, да, это как раз отвечая на второй вопрос, что мы делаем с этими детьми, нам очень понравилась вот эта трансформация, которую мы наблюдали, да, что ребята становятся более уверенными, что они начинают с большим интересом смотреть на свой город, у некоторых действительно появляются мысли, а может быть можно и не уезжать, может быть можно чувствовать себя хорошо и оставаясь во Владикавказе и создавая здесь что-то. Вот, и здесь и уже наблюдаем за тем, как ребята себя по-другому начинают вести. То есть, если раньше многие стеснялись того, что они как бы, ну вот да, мы учимся во Владикавказе, то сейчас они уже как-то с большей гордостью, уверенностью говорят про то, что вот, да, мы из Владикавказа, а еще у нас есть вот собственный проект, и вот он реализован в публичном пространстве, и в общем, они с таким удовольствием ходят, показывают эти экскурсии. И мы решили продолжать работу с подростками, потому что вот этот энтузиазм в них стал только разогреваться, и в этом году мы реализуем еще одну арт-резиденцию, которую мы уже делаем совместно с Пушкинским музеем московским. Вот, значит, у нас проект называется «Гений места», где как раз-таки мы очень подробно исследуем городское пространство. Опять же, тематические блоки, на которые поделены ребята, они были сформированы, исходя из интересов подростков. Вот, а мы им помогаем с методами, с инструментами исследования городского пространства. Им очень интересно, что как бы оказывается, это может быть какой-то живой разговор, оказывается, это не какие-то скучные научные исследовательские вещи, с которыми у них ассоциируется вот это исследование города. И мы наблюдаем как раз-таки разницу, вот эти ребята, которые в прошлом году уже приобрели опыт участия в резиденции, они уже более уверенно, более профессионально подходят к этому делу. Это умение проектно мыслить, анализировать информацию, презентации проектов. То есть, когда мы с ребятами открывали проект с световым шествием, каждый из них вот эти вот смущенные, которые вначале боялись высказаться, там поделиться своей историей, они на вот эту широкую публику на улице в 300 человек очень уверенно вещали и презентовали свои работы. Вот. Спасибо, Маша. Так что мы продолжаем с этим. К сожалению, мы очень катастрофически развиваемся из времени, поэтому я бы попросила вот таким образом. У меня был среди списков вопрос, в который я вам посылала последний вопрос про один совет. Так, ну, презентация ваша разошлем участниками. Я так правильно, да, Юля, понимаю, что они могут быть доступными. Материалы все мы будем, да, компоновать, это будет делаться, да, мы же дайджесты еще будем готовить, полезные ссылки и прочее. Да, у нас есть еще как бы документы связанные с описанием проектов. Я бы попросила сейчас каждого из спикеров, которые выступали сегодня, сказать один совет, который, один ваш совет по работе с подростками, который вы сделали на основе вашей работы. Кто первый готов? Давайте быстрее. Давайте подпишись, куда я пойду. Да, давайте, Вань. Если бы я знал, что у меня было больше времени, я бы, наверное, все рассказал, что приготовил. Ну, ладно, давайте я тогда на вопрос отвечу совет. Есть такая фраза, чтобы поймать преступника, нужно думать как преступник. Так вот, изучайте современное молодежное творчество, послушайте Маргин Штерна, например, посмотрите Дудя, посмотрите аниме, поиграйте в игры, ну, или там, стримы какие-нибудь, игровые, посмотрите, и перед тем, чем что-то критиковать, надо это изучить. То получается, что не читал, а осуждаю. И надо выработать вот эту насмотренность того, чем интересуется молодежь, понять, что цепляет людей в этих рендах, и потом уже на основе этого давать альтернативу скорее всего наполнения. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий, тогда следующий. Да, да, да. Вы знаете, я хочу рассказать маленькую историю. Когда мы начинали в 17-м году, в мае 17-го года, приехал к нам архитектор, и он приехал, и у него были дети, и в итоге никто не знал, что с ними, что нужно делать. Вот их сняли с уроков, и они вот, как их мотивировать, как их что-либо не заставить, как сделать так, чтобы они заинтересовались. В итоге, мы что сказали? Миша сказал, покажите город, расскажите, какие здесь есть места. Я такой, блин, это капец, это провал, у нас ничего не получится, потому что лучше, чем я, город никто не знает. Ну, я же крылья, двадцатилетним стажем, что они могут показать памятники архитектуры, нет. Я такой немножко, как бы, опечалился. Потом они повели нас в свои гаражи, которые оказались там видовыми точками, во дворы, где же карт был, на крыше, и оказалось, что я город знаю не так хорошо, и я не знал вот этого среза молодежного, подросткового, я не знал этого альтернативного маршрута. Я понял, что моя экспертность пошатнулась. Я этому был обрадован, на самом деле, потому что я больше люблю критику, чем похвалу, потому что похвалить я себя сам могу. А вот тут, как бы, я понял, что, блин, нужно просто быть рядом и слушать их, что они могут тебе сказать, что они могут подсказать. И я стал таким наблюдателем. Моя задача тогда на первом проекте в марте было делать так, чтобы было всем тепло и всем было сытно. Я был тем, кто обеспечивал едой. Так вот, совет такой, быть готовым, что подростки, которым ты доверяешь, доверил проект, они тебя научат даже большему, чем ты научишь их. И нужно идти туда с таким запросом, чем этот проект с ними меня научит, чему научат, как он меня изменит. Поэтому вот такая рекомендация, это и поиск личной мотивации, наверное, ну и в целом сразу интерес к каждому ребенку возникает. Ты сразу думаешь, а этот про что, а этот как тебе может помочь. Поэтому вот такая вот рекомендация, помимо общего такого момента про доверие, когда ты всецело доверяешь и принимаешь человека, как говоришь, да, ты можешь сделать круто. Вот. Спасибо. Спасибо. Виктория. Я вот раньше всегда говорила, что для того, чтобы классно работать с подростками, надо с ними дружить. Ну нет, наверное, это очень опрометчиво, потому что подростки разные бывают, ну то есть вы же друзья не по принципу возраста выбираете наверняка. Поэтому достаточно, наверное, быть честным и открытым. Есть такое прекрасное слово, не знаю, пару лет назад оно начало активно в пространстве появляться, душнило. Шикарное слово, я считаю. Вот, ну, не будьте им. Просто все меняется и жизнь меняется, этот год прекрасно это показывает. Будьте готовы к изменениям, ничего не берите как константу и как суперправила. Ну, понятно, есть правила, не знаю, дорожного движения, безопасности, эти правила с подростками следует соблюдать особенно. Но, например, там правила общения будьте действительно более неформальными, более открытыми и принимающими. Спасибо. Мария? Да, мне кажется, мой совет тоже немножко перекликается с тем, что говорили коллеги. Подростковый вообще возраст такой интересный, да, ты как бы уже не ребенок, когда все твои действия, высказывания чаще воспринимаются в таком умилительном свете, и ты еще вроде как не взрослый, когда к твоим высказываниям относятся серьезно. И мне кажется, что очень важно создать вот эту доверительную атмосферу с подростками, когда они готовы будут делиться, готовы будут свободно думать. Вот, поэтому мне кажется, что нужно быть как искренне вовлеченным в проект, то есть искренне хотеть, чтобы получилась вот эта доверительная атмосфера с ребятами, нужно искренне и вовлеченно с ними работать. Спасибо. Спасибо. Я скажу под финал одно предложение, буквально одно-два. Я благодарна всем спикерам, потому что на самом деле через эти четыре разных кейсов, в которых представлены разные формы освоения территории, мы с вами как мне кажется пришли к очень ну на мой взгляд важному тезису, который я бы назвала так. Самая главная цель, когда мы вовлекаем детей и подростков в краеведческую работу, в таком самом широком его понимании, не вот этом шаблонном, это научить их осваивать и присваивать тот ландшафт, ту территорию, в которой они живут, делать это своим. И только прозвучало в рассказе Дмитрия Андреева, что даже если они уезжают, то это место все равно остается вместе с ними. И вот это важная задача, которую, мне кажется, должны преследовать краеведческие проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова